По ком звонит дело Бубенчика? Почему обвинение против евромайдановца шито такими грубыми нитками? И не развалится ли оно до суда? Судороги Минздрава и криворукий старт медреформы. Почему парламент указывает Ульяне Супрун на дверь, а в поликлиниках не особо рады пациентам? Когда стоять дороже, чем ехать. Новые правила парковки. Какие изменения ждут водителей и какие штрафы? Пошлины до войны довели. США и Китай открыли торговый фронт. Кто из них может обвалить мировую экономику? Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте вместе обсудим главные подробности уходящей недели. Начнем с подведения итогов очень бурной политической недели. За эти дни было уже все. Политики успели обнадежить и разочаровать активистов, а заодно Европу с Америкой. Успели выслушать и отчитать антикоррупционеров. И даже взялись за национальную безопасность. За деятельностью народных избранников наблюдала моя коллега Екатерина Лысенко. Они начали неделю с отмены ее декларирования для общественных активистов. Тема громкая, а значит благодатная для пиара. Скасование и декларование – это позиция президента Украины. Это и позиция и Народного фронта, и Батьковщины и самопомощи. Нас суммарно 280 депутатов в этих фракциях. Давайте, коллеги, смобилизуемся и проголосуем. Но не удалось. Декларации для активистов не отменили. Все потому, что депутаты не смогли решить, чей же законопроект лучше. Мы выступали за то, чтобы ликвидировать репрессии, которые создали этот закон против общественных активистов, которые борются с коррупцией. А это означает, что этот закон нужно было скасовать и скасовать криминальную ответственность общественных действий, которые борются с коррупцией. Позиция фракции была голосовать за знание декларирования, электронного декларирования за активистов. Мы не поддержали законопроект Юлии Володимирьевны Тимошенко, оскільки в нас был свой запропонованный законопроект, и мы считали его эффективным законопроектом. Все хотят получать из этого политический риск. Каждый выступил с инициативой, сказать, а я той главный инициатор, кто поможет гражданским организациям. Відсумок этого – это не голосование за ни один проект. В результате активисты до 10 апреля должны отчитаться, что у кого за душой и за ложь их ждет уголовная ответственность. А вот могут ли депутаты норму отменить и когда? Эти вопросы зависли, хотя и обсуждались очень активно. Европа говорила закрыто, сейчас говорят официально и открыто. Эта норма, она соперечит их европейским стандартам и может быть скасована. И на сегодня те, кто не голосует, ставят под величайший риск, а без виз и уже без риска просто закрывают европейскую интеграцию для нашей страны. Вже задекларировались громадские активисты и уже на этих декларациях их дискредитуют. Причем, маніпулюючи цифрами в этих декларациях, выставляющие на показ помилки техничные, которые происходят в этих декларациях. Если мы уже начали этот процесс и начали показывать, что у кого есть по хатах, то не нужно этого соромиться. А нехай все показывают тогда, что у кого есть. Поэтому у нас так выходит, что одних нужно контролировать, а других не нужно. Это подвижные стандарты. И я, еще раз скажу, что я взагалу против того, чтобы декларировали представители недержавных установ, в том виде своей майной доходы, в котором это предлагается. От антикоррупционных активистов депутаты перешли к антикоррупционным органам. Их руководителям пришлось продемонстрировать реальные взаимоотношения. А политики не упустили возможности поклевать главнобу и САП, когда те пришли на ковер в Верховную Раду. Холодницкий старался показать решительность. Сытник старался всех успокоить. Но депутаты не поверили. Мы думали, что выйдет антикоррупционный прокурор, скажет, посадил этот министр, повернутые миллиарды гривен в государственный бюджет. Но не так стало, как говорилось. Специализированному антикоррупционному прокурору, кроме зарплат, которые украинцы дали 200 тысяч гривен на месяц, не будильникам, не шахтарям, не вчителям, не лекарям, как вы использовали эти доверия украинцев? Вы их обманули. Вы их обманули. И это доказательство того, что высокие зарплаты не панацея от коррупции. Это позорище. Потому что, по-перше, что ожидали люди от создания новых антикоррупционных органов? Люди ожидали, что эти органы будут новые. Не имея за собой бэкграунда коррупционного, они будут бороться с коррупцией. Они будут защищать людей, створять условия, чтобы страна была чистой от коррупции. Что случилось на деле? Эти органы начали воювать один из одного. Сначала был конфликт НАБУ-Генпрокуратура, потом конфликт НАЗК, потом сейчас конфликт САП-НАБУ. Но не антикоррупционерами едиными. Депутаты нашли время и для законопроектов. Причем для весьма важных упростили объединение для местных общин, поддержали новый закон о дипломатической службе, начали работу над законопроектом о нацбезопасности и даже дали старт реформе парламента. Появилась большая кисть дискуссий с приводом того, а какие самые комитеты должны быть в следующем скликане, чтобы было не больше 20. Нардепы хотят сократить количество комитетов и назначать их руководителей по новому принципу методу Донта. Когда четко, в зависимости от того, сколько голосов набрала та или другая фракция, мы получаем право сформировать полноценный парламент, в котором и большинство, и оппозиция будут выполнять свои функции. Вроде бы все хорошо, но это перспектива далекого будущего для следующего созыва. Этот, если верить нардепам, будет работать до конца своей каденции вместе с правительством. Эти тези, которые должны исчезнуть из этих колуарных плиток, потому что считаю, что правительство работает. Мы видим, что сейчас в правительстве происходит процесс противостояния. Это происходит на уровне правоохранительных органов, это происходит и на политическом уровне. И сейчас, я думаю, что для вас это не секрет, что происходит борьба между разными, скажем так, мы в этом принимать участие не хотим и не будем. Мы требуем, чтобы принимались конкретные решения уряда по нормализации бюджета и по уменьшению цены тарифов. Я не верю в отставку уряда Гройсмана. Я считаю, что он будет работать до президентских выборов. Но к самому спорному закону о декларациях для активистов депутаты обещали вернуться на следующей пленарной неделе. Если, конечно, будет кому этим заняться в канун майских праздников. Президент Украины Петр Порошенко еще добавил работу депутатам на следующую пленарную неделю. Просит неотложно рассмотреть законопроект о Нацбюро финансовой безопасности. Этот новый орган должен заменить старую и скандальную налоговую милицию. Основная задача – раскрытие схем уклонения от налогов. Максимум аналитики и минимум репрессий. Это законопроект, который был разработан в парламенте с помощью уряда, про Национальное бюро финансовой безопасности. Что это означает? Силовикам больше нет возможности входить на предприятие. Они все приходили проверять податки. Полиция, СБУ, прокуратура, митница – все. И ты хоть и не знал уже, куда бегать. Мне это очень хорошо известно. На сегодняшний день мы говорим, что вам нет там что делать. Есть одна служба, которая разберется с податками. Причем вы не можете приходить проверять. Вы должны дать возможность предприятию в суде, в апелляционной позиции, защититься. Если он все прогрел и не хочет заплатить в бюджет, тогда, пожалуйста, используйте правоохранный компонент. Давайте сразу же начнем разбираться. Какие конкретно задачи из всего этого списка депутаты могут решить в разумные сроки? У нас в студии Татьяна Острикова, народный депутат, фракция «Самопомощь» Алексей Гончаренко, замглавы крупнейшей фракции «Блок Петра Порошенко» и политический эксперт Владимир Фисенко. Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Алексей, с вас начнем. Бюро финансовой безопасности, которое должно, по идее, заменить налоговую милицию. Вы верите, что в течение этого года этот новый орган будет создан и заработает? Мы видим, по примеру, Госбюро расследований, которое уже запустится, не может, очень долгий период времени. Не повторится ли здесь такая же судьба? В преддверии Пасхи я могу быть только оптимистом. Конечно, верю и думаю, что заработает, и мы увидим, что будет меньше давления на бизнес и станет более европейской эта структура. Татьяна Острикова, вы как специалист очень много общаетесь с бизнесом, да? Вот давление вы верите, что станет меньше? Все эти силовики, которые останутся, они откажутся от старых схем? Как вы думаете? Данный законопроект не решает основную задачу реформи финансовых расследований. Он не восстановит доверия бизнесу до этого органа, который должен бороться с схемами, а не цькувать предприятия. Мой законопроект про финансовую полицию, как единственный аналитический орган финансовых расследований, лежит в парламенте с 2016 года. И почему-то не нашлось политической воли его рассмотреть и ухвалить. Но в данном законопроекте очень много президента. Президент призначает, президент звольняет. Но в данном законопроекте присутствует силовый блок данного правоохранного органа. И поэтому эти знаки вказают на то, что этот орган будет создан как черговый орган тиска. Тем более, что жодные повноважения СБУ заниматься контрразвиткой в сфере защиты экономики, этим законопроектом не забираются. Так же, как и повноважения полиции, так же, как и повноважения других органов. Но есть определенная соперечность с подследностью НАБУ. И поэтому есть возможность вважать, сегодня мы слышим от активистов, от экспертов, что данный законопроект и данный орган будут передумываться того, чтобы потихоньку забрать подследность от НАБУ. Что до такой гучной статьи, как раскрадание державных коштев шляхом зловживания службовым становищем. Алексей? Знаете, а как может быть без силового блока правоохранительный орган? И во всем мире у подобных органов есть силовый блок. В конце концов, добрым словом и кольтом можно добиться больше, чем добрым словом. Это уже известно много сотен лет. Поэтому, безусловно, этому органу нужен силовой блок. И здесь я не понимаю коллегу, как она желала бы его видеть без силового блока. Что касается претензий, что там много президента, но президент подал законопроект, давайте его обсуждать в парламенте. Но в конечном итоге президент его обозначил как неотложный. И в конечном итоге, я думаю, что именно президент несет ответственность за ситуацию в стране, в том числе в сфере нацбезопасности, с которой напрямую связано. И эта сфера, и в этом есть логика. Владимир, вы как не политик, а как человек, наблюдающий совсем со стороны. Вам не кажется, что вот у нас создание новых органов стало уже практически какой-то, не хочу говорить параноидальной, но просто самоцелью. У нас на следующей неделе трехлетие НАБУ. У нас есть еще САП. У нас есть Госбюро расследований. Еще есть много силовых органов, которые остались с прежних времен. Насколько это все эффективно? На самом деле, такая ситуация не только у нас, во многих странах мира. И в данном случае, вот такая дифференциация правоохранительных органов, она связана с тем, что необходимо обеспечить их функциональность и определенную самостоятельность. Чтобы не было как раз наличия различных правоохранительных функций в одном органе. И тогда монополизируются и контроли, и силовые функции, и собственно правоохранительная деятельность. А так отдельные функции, например, функции следствия, вносятся в отдельный орган. Причем, я напомню, решение о создании вот этого отдельного органа следственного было принято еще до Майдана. Реализуется уже потом, и то затянулся процесс создания. Антикоррупционные органы. Специализированная антикоррупционная прокуратура выполняет прокурорские функции. Сугубо процессуальные функции. А собственно, расследовательную работу ведет НАБУ через детективов. Так и здесь. Вот я согласен, что тут есть риск тоже некоторого дублирования функций по расследованию тех или иных финансовых правонарушений. И какой-то конфликт интересов между НАБУ и вот этим новым органом финансового надзора, он может возникнуть. И вот такого дуализма надо избежать в процессе работы над законопроектом. Поэтому проблема тут определенная есть, но мы идем тем путем, который, собственно, проложен цивилизованными странами. Дифференциация этих органов для того, чтобы не было чрезмерной их монополизации и, соответственно, более такого мощного силового давления на бизнес и на общество. Ну, тут еще главное найти ответ на вопрос. Сейчас мы его точно не найдем и обсуждать не будем. Как научить людей из этих новообразованных органов, работающих там, научить жить на одну зарплату? Вот это, по-моему, самое сложное в нашей стране. И работать по закону. И работать по закону, да. Закон о нацбезопасности приняли в первом чтении. Что изменится? И вот почему работа, я не могу понять, над этим законопроектом ведется только сейчас, когда уже 4 года идет война в стране. На самом деле, два очень важных закона о нацбезопасности, как правильно сказали, и о ДИП-службе. Они очень связаны, потому что это два фронта. Есть фронт на Востоке, есть дипломатический фронт. Если мы говорим о нацбезопасности, то этот закон, который вводит понятие гражданского министра обороны, гражданского контроля, в том числе за деятельностью СБУ, что мы прописали с голоса прямо в зале, для того, чтобы во втором чтении это было учтено. На следующей неделе пройдет большая конференция с участием представителей НАТО, собственно, НАТО и Европейского Союза. Мы с которыми будем обсуждать изменения и правки к этому закону. А закон очень важный. Я с вами соглашусь, что его надо было принимать, наверное, раньше. Но, как часто бывает в нашей стране, тактические задачи, они не давали возможность решать стратегические проблемы. А вопрос стратегический, как нам развивать вооруженные силы, какой будет структура их управления, какой будет структура их контроля. В этом законе это все выписано, и все это приближено к европейскому стандарту. Главная задача наша, чтобы мы с нашими коллегами, которые нам сегодня помогают, вооружением, обучением и так далее, разговаривали на одном языке, одними понятиями. Когда мы говорим, там, не знаю, сбройный конфликт, чтобы мы вместе с ними имели в виду одно и то же. И эту задачу этот закон решает. Ну, главное, впереди еще второе чтение. Главное, чтобы не было так, как закон о реинтеграции Донбасса. Его только полгода обсуждали, а потом носили такие правки, противоречащие друг другу, что, в общем-то, это затянуло надолго процессы. Дай бог. Вернемся к разговору с вами со всеми немного позже. Сейчас сосредоточимся еще на одном громком деле этой недели. Битва между антикоррупционерами. То ли Холодницкий против всех, то ли все против Холодницкого. Политики наблюдали за ссорой на Бу и САП с нескрываемым удовольствием. Кому из них придется уступить и чего ждать дальше? Ответы у Елены Зориной. Аквариумный скандал в кабинете главного антикоррупционного прокурора. И новые подробности. Будет ли громкая отставка Назара Холодницкого? И почему рыбы, наконец, заговорили? Не было, что мы все ухал нахуй были. В начале этой недели главный фигурант дела Назар Холодницкий идет на допрос. Участвовать в следственных действиях, в частности, давать образец своего голоса для экспертизы, отказывается, но требует замены следователей. Который департамент есть фигурантом, фактически, в трех проведениях САП и НАБУ. Поэтому мне не доводится рассчитывать на объективное следствие. Поэтому я ждем решения по измене следователей и прокуроров департамента, который расследует это проведение. Обещают просить об отстранении должности, но уходить сам не спешит. Позже НАБУ приоткрывает тайну аквариумных пленок. Публикуют часть разговоров из кабинета Холодницкого. Там звучат известные голоса и упоминаются громкие имена министров, мэров, застройщиков и даже одного из нардепов. Вот он, один из участников этого разговора, нардеп Георгий Лагвинский. Журналистов убеждает, слова на пленках вырваны из контекста. У нас был обычный разговор. Когда идет фраза, то, что я сейчас слышал, там же о том, что я всю справу не закрою, это идет обращение правозащитников, не мое. То ли для оправданий, то ли для отчета. В среду депутаты вызывают на ковер обоих руководителей антикоррупционных ведомств. Директора НАБУ и главного антикоррупционного прокурора. Сытник и Холодницкий хоть и садятся рядом, но даже не смотрят друг на друга. Первым берет слово руководитель САП, говорит более чем лаконично. Больше времени оставляет на вопрос. Чи подтверждаете вы смест тих поведомлений, которые были оприлюднены вчера в ночи? И кого вы видите наступником на вашем месте после того, как расследование может достигнуть своего завершения? Пане Лещенко, наступником я бачу вас. Я был против, что какая-то аналитическая доведка заменила проведение по вашей квартире за 350 тысяч долларов. Это проведение зарегистровано. Я ждем от органов следствия, чем оно закончится. Потому что анализ доходов и выдатков не позволяет вам купить квартиру в центре Киева. Но позже говорить о пленках. А вот руководитель НАБУ убеждает, ничего личного, да и конфликта между ведомствами нет. И как бы там ни было, борьба с коррупцией не останавливается. Но депутаты выступлениями главных борцов с коррупцией остаются недовольны. Мы вас поставили чистить страну, а вы не можете почистить собственные аквареумы? Про кукарекали, против одного, против другого, против третьего порушили справу. А потом рассказывают, то суды заважают, то плохому танцору что-то заважают. Шукает, где кого можно на гачок взять, красиво записать, девчину подкласти, напоить, а потом показывать нам это все по телебачению. А еще против бажанного против народного депутата. Но об отставке речь не ведут. Это не компетенция парламента. С тем и расходятся. Аквариумная история продолжается. Елена Зурина, Екатерина Лысенко, Ирина Диченко, Иван Ермаков и Владимир Самченко. Подробности недели, телеканал Интер. А вот у активистов есть время до вторника. После 10 апреля те из них, кто не подал электронные декларации или ошибся при их заполнении, понесут ответственность. Могут получить даже тюремный срок. Как сами активисты это воспринимают и какие богатства уже успели задекларировать, расскажет Инна Томина. Отменить ей декларации для активистов депутаты пообещали еще год назад. Сразу после того, как сами же и обязали. Но вовремя так и не успели. Попытались хоть задним числом. И опять неудача. А значит, борцы с коррупцией должны в отчетах доказать, что сами в коррупции не замешаны. Политолог Виктор Таран один из тех, кто должен подать декларацию. Таким положением дел он недоволен. Но закон есть закон. До первого числа послушно о своем имуществе отчитался. Если отнять налоги и разделить доход на год, говорит Виктор Таран, то он живет на зарплату чуть выше средней. Да и большинство деклараций общественных активистов ничем особым не удивили. Не было в них ни яхт, ни домов, ни картинных галерей с винными погребами, как у депутатов. Александр Калитенко аналитик из Transparency International. Это международная антикоррупционная организация. Ее активисты следят за тем, чтобы чиновники работали честно. Организация ведет деятельность в ста странах мира. Вот только отчитываются о доходах не везде. В Украине пришлось. Мы отличаемся от тех чиновников, которые не хотят исполнять закон. Например, работников СБУ, которые не подают декларации в общий реестр, хотя они обязаны это делать, а также военных прокуроров. Александр закон считает нелогичным, ведь общественные организации и без того работают прозрачно. До семи видов отчетностей. Налоговая, если бы она захотела, она уже могла бы сделать это все публичной, доступной информацией. Но все же главная проблема даже не в обязательной для всех отчетности, а в наказании. Ведь за несвоевременную подачу декларации штраф до 3,5 тысяч гривен. А вот за неправдивые данные штраф до 50 тысяч или два года тюрьмы. Но даже несмотря на такие уголовные перспективы, некоторые общественники не подавали отчет принципиально. Александра Дворецкая, координатор проекта «Восток СОС». С 2014 года помогает переселенцам. Говорит, не понимает, почему она должна отчитываться за свои, а не общественные деньги. Громадские активисты – это такие же граждане, которые не используют в большинстве публичных денег и не должны за них ответить. Потому что чем они тогда отличаются? От журналистов или бизнесменов? На мете стояла дискредитация этих активистов, а не проведение прозрачности. Но в то, что будут уголовные процессы против активистов, Александра не верит. Ведь на ПК до них просто руки не дойдут. Оскільки очень мало деклараций чиновников, топ-чиновников было переверено. И будет очень удивительно, если впервые за кого возьмутся, это возьмутся за общественных активистов. Но если и возьмутся, боятся активисты, то в первую очередь не повезет общественникам в регионах. Они как мишени для местной власти. Притом еще и не на виду у западных посольств и прессы. Например, условный мэр какого-нибудь маленького городка может иметь черный список из активистов, на которых он имеет зуб, которые ему мешают жить и мешают, например, воровать на тех же закупках. Таким образом, у этого активиста могут возникнуть проблемы, в том числе по защите себя. Но защищать себя борцы с коррупцией все же намерены. Если закон не отменит депутаты, то более 80 общественных организаций в ближайшее время хотят обжаловать документ в Конституционном суде. Инна Томина, Андрей Ярковой. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжаем разговор с нашими гостями. Татьяна Острикова, народный депутат, самопомощь. Алексей Гончаренко, замглавы фракции Блока Петра Порошенко. И Владимир Фисенко, политический эксперт. Татьяна, вам вопрос как юристу. Вот чем может закончиться вся эта история с активистами? Те, кто не подал декларацию до 10 числа, они действительно будут нести юридическую ответственность? На мою думку, громадские активисты и антикорупционеры должны ответить и ответить лишь перед теми, кто дает им техническую помощь или грантовые деньги. Чи то члени их громадских объединений сплачут внески, чи то международные организации сплачут им деньги для тех или других проектов. И именно перед этими людьми антикорупционеры должны ответить, а не перед податковой, не перед Национальной Агентацией за обеспечение корупции. На жаль, так произошло у нашей влады, что для них сейчас эта ситуация, чем лучше, тем лучше. Не ухвалили ни одного из предложенных законопроектов. Для чинной влады, для чинной коалиции это очень хорошо, потому что это консервирует состояние, как он есть. Багато хто из громадских активистов ожидал, что Верховная Рада у второго не только скасирует декларирование, а еще и декриминализирует именно для громадских активистов, антикорупционеров, эту статью Криминального кодекса. Оскільки этого не сталося, а где кто не подав декларации, на сегодняшний день есть правовие условия притягивать их даже до криминальной ответственности за умисное неподдание декларации. И поэтому я очень надеюсь, что наши европейские международные партнеры будут чинить тиск на украинскую владу. И уже есть очень жесткие заявки Еврокомиссара Хана, что это шкодит евроинтеграционным процессам Украины. Оскільки антикорупционные громадские организации это то громадянское общество, которое и покликано быть активным драйвером и контролером влады и политики, которую она проводит. Алексей, несколько недель назад в этой студии Вы говорили о том, что закон все-таки примут, и голосование будет успешным. Что пошло не так? Я и сегодня уверен, что закон примут, и голосование будет успешным. Ну подождите, но Вы уже не первый раз уверены, не первый раз обещаете. Я пообещать не могу, я один не решаю задвиженность. Не получится ли, кстати, так, что под шмог для мобилизации голосов за отмену декларации для активистов, да, еще и создадут отмену ответственности, проведут еще отмену ответственности за неправильное декларирование или ошибки в декларировании для политиков, чиновников, знаете, так потихонечку и своих из-под удара выведут? Нет, не получится. К сожалению, я не контролирую 226 голосов в парламенте, поэтому своим решением не могу ничего сделать. Если Вы посмотрите на мои голосования, я голосовал и в марте, и в апреле за то, чтобы отменить декларирование активистами. Но я безусловно убежден, что вопрос этот будет решен, на следующей неделе мы опять к нему вернемся, и все-таки отменим это декларирование. Это все, это немного буря в стакане воды, потому что, поверьте мне, готов с Вами биться об заклад, и можем подвести итоги, например, в конце этого года, ни один антикоррупционер по этой статье и по этому поводу не будет привлечен к ответственности, у него не будет создано никаких проблем, и проблема эта будет решена. Вы, как человек, который не контролирует даже 226 голосов в парламенте, даете такие громкие обещания. Как это можно проконтролировать, и как это можно обещать? Я сказал, что я готов с Вами биться об заклад, и не сказал, что я могу это гарантировать. Я уверен в этом, это моя политическая оценка как политика. И мы можем увидеть это, я повторюсь, в любое, например, в конце года или в следующем году, не будет это использовано против активистов. Все это сегодня, эта история, мне кажется, несколько раздута. И она не стоит того огромного внимания, которое ей уделяется, потому что никто с помощью этих механизмов преследовать общественников не будет. Странно тогда реакция Европы и того же Хана, но если эта история не заслуживает внимания. Есть вещи, которые, они, безусловно, борются за то, чтобы их понимание и видение того, как это должно быть, было реализовано. Поэтому они его заявляют. В то же время, я единственное, что хотел сказать, есть моральная сторона вопроса. Знаете, как говорят, проповедуя, чтобы что-то проповедовать, это надо исповедовать. И тоже странно иногда смотрится, когда антикоррупционеры декларируют миллионные доходы. Но хотя это, безусловно, действительно вопрос к тем, кто им эти средства дает и те организации, чьи они средства осваивают. И снова хочу услышать трезвый взгляд со стороны. Владимир, на фоне истории вокруг декларации антикоррупционеров, да, по антикоррупционерам, и на фоне вообще вот этих вот схваток антикоррупционеров, и в том числе и Верховной Ради на этой неделе, Вы верите, что будут решаться такие глобальные вопросы, как, например, создание антикоррупционного суда? Не утонет ли все это вот в этих бурях, в этой пении, в этой скандале? Ну, я вам скажу, что вообще приближение выборов будет усложнять решение любых стратегически значимых и таких, я бы сказал, структурных стратегических вопросов. Что касается антикоррупционного суда, я думаю, что, скорее всего, закон об антикоррупционном суде все-таки примут. Другое дело, в какой редакции? И как к содержанию, к основным нормам этого закона, особенно к процедуре, скажем так, применятия решений, какой будет статус и роль международных экспертов при отборе судей? Вот, в зависимости от этого, важной будет реакция наших международных партнеров. Вот это значимый будет момент. А сам закон, скорее всего, примут, хотя я не исключаю, что вот как и с этим законом, может быть, знаете, некий такой марафон. Пока в первом все не примут, потом как бы во втором ситуация может затянуться. Но в любом случае давление наших западных партнеров, их позиция, она достаточно значимая. Владимир, вот давление западных партнеров, это все хорошо, но нам от них не только давление нужно, нам нужно от них еще и поддержка. Чего ждать от Запада вот на фоне вот этих всех наших историй антикоррупционной вот этой вот грызни? Самое главное, конечно, кредитов нам ждать или нет? Как вы думаете? Вот по итогам этой недели, например. Вот я бы сейчас не торопился, к сожалению, наверное, с ответом на этот вопрос, потому что ситуация очень неоднозначная. Вот я уже сказал, что вопрос, как отреагирует на принятый закон об антикоррупционном суде и когда он будет принят. Есть там еще другой более частный, но также значимый и конфликтный вопрос о цене на газ, возможности и даже необходимости повышения цены на газ, на чем настаивает инфтогаз, Украина в частности. Вот это тоже определенная проблема. И я не исключаю, что, к сожалению, вопрос о продлении сотрудничества с МВФ может затянуться. Кто его знает, я не исключаю такого варианта, что в этом году этого и не будет. И проблему будет решать за счет евробондов. Ну да, конечно, та еще ситуация, когда и цену на газ повысишь, потеряешь электоральную поддержку. Да, буриданова дилемма. И МВФ денег не даст грим на руку. И надо пойти навстречу. И в то же время есть различные политические интересы, связанные с тем, что не хочется подставляться, не хочется рисковать с антикоррупционным судом и так далее. Понятно. Спасибо вам за эти ответы. Татьяна Острикова, Алексей Гончаренко, Владимир Фисенко были гостями подробностей недели. Сегодня в Киеве обсуждали, скажем так, цену работы украинских политиков. Вот если в течение нескольких пленарных недель они смогут быть продуктивными, Украина получит миллиард евро. Лайма Андрикена, глава делегации комитета Европарламента по иностранным делам, назвала условия, на которых помощь может быть оказана. Главное – это реальная борьба с коррупцией и доработка законопроекта об антикоррупционном суде. Кроме работы над соглашением об ассоциации, Европарламент также рассмотрит предложение Европейской комиссии о выделении дополнительной суммы в размере одного миллиарда евро. В качестве макрофинансовой помощи Украине. Важнейшая сфера – это эффективная борьба с коррупцией, что является залогом осуществления реформ. В частности, создание антикоррупционного суда соответствует пожеланиям Венецианской комиссии. Для нас это приоритет. Это подробности недели. И вот о каких темах мы будем говорить дальше в нашей программе. Судороги Минздрава и криворукий старт медреформы. Почему парламент указывает Ульяне Супрун на дверь, а в поликлиниках не особо рады пациентам? Когда стоять дороже, чем ехать? Новые правила парковки. Какие изменения ждут водителей и какие штрафы? Уже несколько лет в Украине проходит реформа децентрализации. Ее называют и не только наши политики. Одной из самых успешных, из тех, которые начали реализовывать после Майдана. Но вот что странно. Если спросить людей на улицах о децентрализации, то вряд ли они сразу скажут, что у нас работает такая успешная реформа. Почему так происходит? И что реально изменила эта реформа в Украине? Смотрите далее. Что изменилось за 4 года реформы децентрализации и куда идет Украина? Обсудить это в Винницу съехались почти все топ-чиновники страны. Открывает заседание президент. И деньги и ответственность есть уже у более шести сотен громад. Показатель неплохой, но не все еще решаются на объединение. Реформа децентрализации еще не завершена. Из запланированного прописать в Конституции четкое разделение полномочий и ответственности центральной власти и местной. Не так давно деякие безответственные местные рады, политиканы, точнее, не местные рады, пытались запустить что-то на кшталт параду суверенитета. Цего никогда не будет. Я не дам. Кто-то будет бороться в суверенитет, получит абсолютно четкую ответственность. Сегодня они угод вымагают, завтра Украину продадут. Международные эксперты, которые присутствовали на совещании, назвали реформу децентрализации самым большим достижением Украины. Наш путь в Германии был намного легче. А для того, чтобы провести реформы в такой огромной стране, как Украина, вам нужна сила, твердость и убеждение. Европейские партнеры поддержали Украину в реформировании и готовы делать это в будущем. О проблемах, которые тормозят реформы, главы громад говорили охотно. Ведь проблемы у всех одни. Дефицит субвенции на образование и медицину. И бюрократия, которая мешает работать. На сегодня финансовая поддержка экономического развития громад за кошты государственного бюджета и регионального развития действуют, на жаль, централизованные. Через областные государственные администрации, однако, ОДА не выполняют норму закону о том, что до терминового развития внесенных громадами проектов. Их фактически финансирование происходит в лучшем случае с середины бюджетного года. В зале эти вопросы вызывают дискуссию. По мнению премьера, местным властям нужно стать более самостоятельными и научиться управлять ресурсами и финансами. Как один из вариантов дать возможность громадам самим распоряжаться сельхоземлями. В постанове уряда, мы уже сегодня, вот сегодня будут переданы 27 территориальных громадам Украины, объединенным, будут переданы земли, сотни и тысячи гектаров. И я хочу подкреслить, что в другом пункте в этом решении написано, что теперь его кадастр не может распоряжаться всеми землями без решений местной власти. Вот шлях. Объединайтесь, становитесь сильнее, отримуйте ресурсы и движемся вперед. По итогам заседания в Виннице подготовят программу развития Украины на несколько лет. Павлина Василенко, Богдан Савруцкий, подробности недели, телеканал Интер. Там же, в Виннице, мы попросили премьер-министра эксклюзивно для нашей программы ответить на несколько вопросов о децентрализации. А главное, об итогах работы правительства за два минувших года, отчитываться премьеру уже на следующей неделе. Итак, почему децентрализация важна? Почему в некоторых регионах и эта реформа буксует? И готов ли премьер отчитаться о работе Кабмина в прямом эфире? Вот что ответил Владимир Гройсман. Мы должны быть направлены на увеличение качества жизни людей, на дороги, на тротуары, на новые садочки, новые школы, на створение новых рабочих мест, на абсолютно полностью изменение качества жизни людей. И мы вот про это говорили под час урядовой расширения нарады, про то, что нужно делать дальше. Вот за четыре года мы получили определенные результаты. Да, с одного боку, бюджеты и местные взросли из 64 млрд. А в 2014 году до 231 млрд уже в этом году. И думаю, что эта цифра тоже будет перевиконана. А теперь нужно говорить про то, чтобы не просто витратить эти деньги, а инвестировать эти деньги в жизнь людей. Это экономика, обеспечения, охрана здоровья, инфраструктура, энергия, независимость, самое главное, инвестировать в нормальное средство для украинских детей. То есть это все, что касается людей, и люди как могут почувствовать результаты этой реформы? Все зависит действительно от местной влады, в многих случаях. Мы создали для них условия, а теперь как они это используют? Там, где это делают качественно, мы видим результаты, которые мы можем видеть на свои очки. Но там, где есть, я такие случаи тоже вижу, там, где есть безоспедарность, там, где есть байдужность, там, где есть небожание обратить внимание на проблемы людей, даже не дивлячись на то, что эту владу выбирают сами люди, да, там, мера, міськую раду и так далее. Там есть и пока что отсутствие качественных и хороших результатов. Правильный акцент полягает в том, что, действительно, мае быть жесткий контроль. И мы сейчас его проводим, и очень хорошо, что уже сформирована Рахунковая палата Украины, которая и мае на методе, в том числе, вследковать эффективность и рациональность использования ресурсов. Но очень важно, кроме такого контроля державного, мати контроль с боку громад, с боку самих людей, с боку местных влад, местных рад, которые должны абсолютно полностью контролировать каждую копию. По чему купили тротуарную плитку, как заасфальтовали дорогу, або за сколько побудовали метр квадратный строительство под новый дитячий садочек. Это должен быть комплексный подход. И мы сегодня имеем такой интернет-ресурс, где есть полностью все витрати, в том числе и местных бюджетов. И это можно исследовать. Я буду все делать для того, чтобы створить все больше открытостей данных, для того, чтобы каждую громаду можно было проконтролировать. И самое главное, что нужно следить местных керевников, витрачать эти деньги на какие-то популястические истории, которые могут возникнуть за один день и потом забыть. Нужно делать фундаментальные, серьезные изменения. Я думаю, что за этот год мы начали много новых проектов, много правильных вещей, которые будут изменять каждый год ситуацию Украины в лучший бік. Начиная от децентрализации и реформы местного самовередования, завершившись созданием новой украинской школы, новой системы мы начали капитально ремонтировать страну, начиная от дорог и завершившись обеспечением энергоэффективности. Мы начали много новых процессов, которые дадут свой позитивный результат. В том числе позитивно будут впливать на развитие экономики. Чего бы я хотел, как премьер-министр? Я бы хотел, чтобы украинцы жили лучше. В один день это сделать очень сложно. Но то, что мы идем в этом направлении, у меня сумніва нет. Через трудности, через величезные проблемы и вызовы, через загрозы с боку России. Но мы идем. И я глубоко уверен, что на этом шляху будет успех. А я всегда готов извинять и ответить за свою работу протягом любого периода. И я с удовольствием готов поговорить об этом в эфире вашего телеканала. В информационное пространство неожиданно вернулась тема стрельбы на Майдане. И в очень неожиданном ракурсе. Всю неделю украинцы спорили. Нужно ли судить Ивана Бубенчика, одного из активистов революции достоинства? И если судить, то за что конкретно? Сам он признается в двойном убийстве милиционеров. А вот прокуроры долго не могли определиться, какое конкретно сформулировать ему подозрение. Об этом странном деле Алексей Пшемыский. Участника революции достоинства Ивана Бубенчика задержали в начале недели в пункте пропуска Шегини на украинско-польской границе. Как говорят прокуратуре, боялись, что покинет страну. Уже на следующий день в суде Бубенчика обвинили в убийстве милиционеров во время Майдана. Ивана Бубенчика обвинили в убийстве двух правоохранителей 20 февраля 2014 года. Первое подобное обвинение в адрес активиста революции достоинства. Об этом Бубенчик раньше говорил сам в интервью для документального фильма «Бранти». В фильме он показал журналистам, как вместе с другими активистами оказался в консерватории. По словам Бубенчика, кто-то принес туда автомат. С этим оружием в руках он и решил остановить правоохранителей, которые вплотную подступали к Майдану с Институтской. После этого целился лишь в ноги. Дословно о том, что это именно он убил двоих милиционеров, Бубенчик в фильме не говорит. Но в феврале 2016-го издание «Бёрден Флайт» опубликовало интервью с Иваном, где он якобы подтвердил, что лично убил двух командиров выстрелами в затылок. Факты этого интервью он не подтверждал, но и не опровергал. На этой неделе поддержать Бубенчика к Печерскому суду пришли сотни активистов. Избрание меры пресечения ему перенесли на четверг. Но уже на утро прокуроров, которые вели дело, неожиданно заменили, а обвинения отозвали. Новый прокурор Анжела Стрижевская заявила, доказательств нет. Я, старший прокурор, выучивший материалы криминального проведения, пришла до выяснения, что квалификация действий Бубенчика, которая была назначена в передней подозре, есть достаточно спирной и недостаточно обрунтованной для того, чтобы ставить вопросы о выяснении таких тяжких извинений. По словам адвоката Бубенчика, обвинения в его адрес неправомерны, ведь еще с апреля 2014-го все активисты Майдана амнистированы. 348 статья Криминального кодекса, которая ему была инкриминована, она законом Украины, скажем так, про амнисию тех, кто был на Майдане в 2014-м году, который был в чиновности 24 квитра 2014-го года, была амнистирована прокурором. Заборонено было сделать досудовое расследование в этих криминальных проведениях. А вот по убийству правоохранителей никаких доказательств нет, считает адвокат. Вот как уже на свободе обвинения со стороны ГПУ и то интервью прокомментировал сам Иван. Я согласен с адвокатами, на такие вопросы не отвечать. У меня есть группа адвокатов, и в них можно отвечать. Для вас выдаётся дивным самая такая постановка этого вопроса? Она не дивна, она просто не сегодняшнего дня, не сегодняшний полет. Я вам четко ответил, что для защиты народа своего я всё сделаю, всё, что нужно. Почему активизировали дело Бубенчика и внезапно сменили обвинения, остаётся лишь догадываться. Уже в четверг вечером Ивана снова вызвали в ГПУ, где сообщили, что обвинение в убийстве с него сняли. А другая статья, покушение на убийство, попадает под амнистию. Осталась статья 268. Незаконное обращение с оружием. Алексей Пшемыский, Сергей Коваль, подробности недели, телеканал Интер. Удивительные новости в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбере. Во-первых, состояние самого экстразведчика быстро улучшается. Ещё недавно говорили, будто это просто невозможно. Якобы новичок так действует, что не только выздороветь, но и выйти из комы Скрипалю не удастся. Кстати, это слова Вила Мирзоянова, одного из тех учёных, которые как раз и занимались ещё в Советском Союзе разработкой боевых отравляющих веществ. Именно от Мирзоянова все и узнали, что новичок существует. Он опубликовал формулу яда в своей книге. А вот дочь Скрипаля, Юлия, чувствует себя уже настолько лучше, что даже смогла поблагодарить жителей Солсбери за поддержку. Заявление с этими словами опубликовано на сайте британской полиции. Так что, вполне возможно, вскоре они сами смогут рассказать полиции и журналистам, что же на самом деле произошло. Судороги Минздрава и криворукий старт медреформы. Почему парламент указывает Ульяне Супрун на дверь, а в поликлиниках не особо рады пациентам? Когда стоять дороже, чем ехать. Новые правила парковки. Какие изменения ждут водителей и какие штрафы? Пошлины до войны довели. США и Китай открыли торговый фронт. Кто из них может обвалить мировую экономику? Вы смотрите подробности недели. Мы возвращаемся в прямой эфир. На этой неделе стартовала медреформа. Мы сами ее обсуждали. И вот, наконец-то, первый этап. Что должно быть сделано на этом этапе? И с какими проблемами уже столкнулись люди? Обсудим сегодня очень подробно, но чуть позже. А начнем с темы, которая напрямую связана с медреформой. Профильный парламентский комитет поддержал отставку Ульяны Супрун. Постановление разработали давно. Но только на этой неделе политикам удалось провести его через комитет. Напомню, сами депутаты не могут уволить Супрун. Она де юре и не министр, а только первый зам. Обязанности министра формально только исполняет. Поэтому Верховной Раде предлагается рекомендовать Кабмину ее уволить. Признав работу неудовлетворительной. Какие аргументы у депутатов? И когда может состояться голосование по постановлению? Вот что говорят сами политики. Команда Министерства охороны здоровья в разрезе охороны здоровья полностью провалила программу дей уряда на 2017 год. Поэтому у меня есть абсолютно четкая, однозначно пропозиция. Визнать деятельность уряда в разрезе охороны здоровья незадовольна. Я уверена, что в зале поддержат эту постанову. И, в общем-то, Супрун должна освободить то кресло, которое она занимает незаслуженно. Десятки, сотни тысяч медицинских работников, которые не воспринимают исполняющие обязанности как руководителя в самой очень важной и ответственной именно должности. Человек, который не имеет медицинского образования, еще имеет два гражданства, ее не профессионалист. То, что она пропагандирует, рекламирует, оно сегодня, к сожалению, не работает. Есть два варианта. Или депутаты проголосуют за постанову, тогда она передается на расследование Кабинета Министров, и Кабинет Министров должен принимать решение. А если депутаты не поддерживают эту постанову, они берут политическую ответственность за те дела, которые сегодня ходят в Министерстве охороны здоровья и в Украине, вообще, около медицины. Интересно реагирует на критику сама Супрун. Вернее, интересно, что она никак не реагирует. По сути, ответов нет. Отвечают чисто формально. Говорит, статус исполняющей обязанности ей не мешает работать и подчеркивает, что у нее есть поддержка и президента, и премьера. Ну а в отношении медреформы для Супрун главное, что темп медреформы такой, какой она и хотела видеть. Кстати, сегодня в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству Владимир Гройсман еще раз прокомментировал, почему именно Супрун выполняет обязанности министра здравоохранения. Я сразу ответ дам по Ульяне Супрун. Она могла себе позволить жить в любой стране света, и ей достаточно ресурсов. Но она приехала для того, чтобы помогать раненым на Майдане. Есть два выбора. Первый выбор – оставить все, как есть. Но уже так было до нас. А выбор другой, который я скажу, давайте попробуем объединяться и что-то сделать в этом вопросе. И я закликаю только в едином, чтобы все объединялись. Подумали, если нужно где-то что-то удовлетворить, давайте вместе удовлетворим. Если нужно каким-то образом допомогать, быстрее этот процесс, давайте быстрее. А вот что на самом деле происходит с медреформой? На этой неделе, после долгих месяцев дискуссий, началась реализация первого этапа. Каждый украинец теперь должен выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию. Но, оказывается, это не так-то просто сделать. Чем люди уже недовольны и какие проблемы Минздрав срочно должен решать, знает Любовь Кукла. Врач для каждой семьи? Еще я не выбрал, потому что я не знаю, как ее выбрать. В стране стартовала медреформа. Отныне украинцы должны подписывать декларации с терапевтами, педиатрами и семейными врачами. Если раньше мы были гробами прописки, то сейчас понятие участкового врача отменили. Пациенты сами могут решать, кому доверить свое здоровье. В Минздраве неоднократно уверяли, процедура проще простого. Необходим паспорт, код и мобильный. Если есть ребенок, еще есть свидетельство о рождении. С этим пакетом нужно прийти в больницу, обратиться в регистратуру и выбрать врача. Какая она медреформа в действии? Проверю лично. Иду в одну из ближайших к дому поликлиник, выбирать семейного врача. Из документов только паспорт и код. В моей поликлинике настоящий ажиотаж. Толпы желающих подписать декларацию. Среди них и я. Это, кстати, чем-то напоминает аншлаг в сервисных центрах после получения без виза. Уже даже анекдот появился. Пока все кинулись в поликлиники, самое время получать биометрику. Но шутки в сторону. Мне нужно попасть к врачу. Варианта два. Или в порядке очереди, или по предварительной записи. Я записалась на время. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам. Но, несмотря на всю предварительную подготовку, выбрать семейного доктора мне не удалось. Ведь подписать декларацию без компьютера невозможно. Все данные должны быть внесены в единую электронную систему. И хелс. Компьютерный кабинет один. Один на всю больницу. В кабинетах у врачей их нет. На все про все в столичной поликлинике четыре компьютера. Вместо техники на столах журналы с записями. Кстати, и очереди тоже бумажные. Запись с самого утра. С шести утра она должна быть под поликлиникой. Чтобы сюда попасть. И даже она была закрыта, но все равно. Да, да, да. Там, на улице. Кстати, одного визита сюда ни свет ни зарям недостаточно. Дальше тест на выносливость. Сначала очередь в регистратуру за специальным разрешением. Потом очередь в кабинет, который, напомню, один, где все должны выбрать доктора. В итоге, чтобы определиться с семейным врачом, работающему человеку стоит больничный взять. Ведь процедура на весь день. Я в десять приехала, но я уже была сорок четвертая записалась. Они сказали, что в шести они стоят. Ну, кто стоит, посмотрите, в основном пенсионеры. У них есть время. У нас времени нет. Конечно, это можно объяснить первым ажиотажем. К примеру, в детских поликлиниках дела обстоят лучше. Такого наплыва пациентов нет. Пока вот заполняю, а там будем смотреть. Как очередь будет идти, не знаю еще. Ажиотажа хоть и нет, но проблемы есть. Во-первых, педиатры в дефиците. Не хватает, но пока у нас все начинается. А во-вторых, электронная система пока дает сбои. Да, система, особенно в первый день, у нас висла. Что было такое, что надо было 3-5 раз набрать, чтобы зарегистрировать этого ребенка. Хоть со сбоями, но главное, что работает. А как обстоят дела в глубинке, где интернета вообще нет. Это фельдшерский пункт в селе Златополе Кировоградской области. Доктора здесь нет, а на 700 человек всего один фельдшер. Поэтому с жалобами на здоровье людей отправляют за 15 километров отсюда в районный центр. От главной трассы к селу асфальта нет. Дорога песчаная, насыпная, в дождь проехать сложно. Поэтому местный фермер загнал сюда трактор трамбовать путь. На окраине села живет Анна со взрослым сыном Олегом. У него синдром Дауна. Ей 80 лет. Поехать в Бобринец, подписывать декларацию сама не может. Ждет, пока кто-то из детей приедет помочь. Я вам скажу честно, что эта реформа нам не по кишени. Чего? Нам же нема, как добраться, как схватил Олешку. Я думала, в его аппендицит его часто. Он же в нас пошел из дома. Ой, слышала все, я все-все-все слушаю. У вас доступ в интернет есть, чтобы вы могли зайти? Нет, у нас даже нема на Диброву интернету. Село обслуживают вот этот фельдшерский пункт, рядом с детсадом. Здесь могут измерить давление и температуру. А есть у вас интернет? Или это какой-то баунер с лекарями? Как вы говорите, есть способ? Ну, в фельдшерском пункте на данный момент у нас нема интернету, нема пока компьютера. А раз нет компьютера, о какой реформе может идти речь? Это задача местной влады, обеспечивать минимальный доступ до интернету. Одного компьютера достаточно для того, чтобы заклад могла пока что подписывать декларацию. Но пока компьютеризация больниц в глубинке – вопрос далекой перспективы. А пока интернет в селе заменяет сарафанное радио возле сельмага. Есть те области или места, которые не готовы, потому что у них нет компьютерной системы. Есть другие, которые еще не дошли. Есть другие, которые имеют вопросы или неправильно общаются с пациентами. Мы делаем разъяснения. А это уже Львов. Большой город, где проблем с наличием интернета точно нет. А вот с разъяснениями проблема очевидная. Подписать декларацию семейным врачом тут пока невозможно. Во Львове медреформа буксует. Семейные врачи не будут заключать договоры с пациентами, пока люди могут пользоваться только электронной записью к врачу или попросту брать талоны в регистраторе. А все потому, что электронную систему пока не будут запускать. По решению местных властей. Все из-за юридической неразберихи. Ведь пока чиновники не могут понять, кто и как будет защищать персональные данные. У меня сегодня нет, как у руководителя, который несет ответственность за принятые решения документа, который регламентует и вызначает законность этого процесса. И у меня нет никаких гарантий, как и у вас, про то, что ваши персональные данные, персональные данные жителей в Украине будут сбережены. В Минздраве говорят, это не проблема, а право каждого. Мы с ними общаемся. Каждый имеет право, чтобы спросить, посмотреть, какая программа, как защищены данные. Мы с ними общаемся. Я думаю, что это явный саботаж. Пока время, чтобы утрясти все нюансы. Есть ведь окончательный срок для подписания декларации не указан. Да и не полная неделя работы медицинской реформы слишком мало, чтобы торопиться с выводами. Хотя некоторые моменты уже очевидны. Нет главного – базы для внедрения новшеств. Любовь Кукла, Елена Брынз, Галина Якушко, Геннадий Аникенко и Оксана Алексеева. Подробности недели. Телеканал Интер. И вот несколько часов назад Минздрав одну проблему решил со Львовом. Город все же подключается к системе для подписания деклараций с врачами. Об этом Ульяна Супрун сообщила в своем твиттер-аккаунте. О первых проблемах медреформы и о том, что с ней делать дальше. Давайте поговорим с Ириной Сысоенко, замглавы парламентского комитета по здравоохранению. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Ирина. Спасибо, что пришли. Как Вы оцениваете первую неделю реализации медреформы? Всправді, начинается певный ажиотаж по всей Украине. И очень важной сейчас есть коммуникация. Тоже очень важно, чтобы Министерство охраны здоровья обеспечивали належным чином эту коммуникацию не только через Фейсбук и Интернет, а в том числе коммуникували безусловно с журналистами, с населением в том, что это только начало, что нет последнего дня, когда каждый человек должен выбрать лекаря. То есть это можно будет сделать в любой момент. Другой, что совсем не имеет значения, где человек есть прописанная. Выбирать своего лекаря можно за желанием на любой территории и там, где удобно человеку и кому, самое главное, доверяет та или иная человек. Поэтому вопрос о коммуникации, объяснении, объяснении, а также, самое главное, контроль и співпрация с органами местного самовредования. Очень важно доказать Министерство охраны здоровья, что на местах есть все необходимое для того, чтобы медическая реформа работала. А вот действительно ли есть все необходимое? Главная проблема, мне кажется, на местах на сегодняшний день, что какая-то финансовая, материальная не готовность медучреждений работать по-новому. Банальный пример, компьютеров ведь не хватает, да? И чем глубже в регион, тем меньше шанс встретить компьютер в медучреждении, да? Получится профинансировать это и как быстро? В формате децентрализации местные органы влады поддерживали деньги. Соответственно, очень важно, чтобы так же местные депутаты и несли ответственность вместе с мерами мест за реализацию этой государственной стратегии, которая происходит в Украине. То есть, как раз местная влада обязана делать все необходимое, чтобы был компьютер, чтобы был интернет, чтобы были закуплены информационные системы, и это должно происходить за деньги местных бюджетов. То есть, повновления должны расти в ответственность, потому что деньги в формате децентрализации, как раз на первый уровень медической помощи, безусловно остаются в местах. И тут теперь есть совместительность Министерства охраны здоровья, которая должна координатировать, спортировать с местной владой, а местная влада обязана выполнять свои повновления и не саботировать медицинскую реформу. Я понял, но вот вы говорите об ответственности на местах, да? Хорошо, а вот если у этой ответственности у каких-то местных чиновников, церковь, князьков местных, вот просто нет, как на них влиять тогда? Так, вы знаете, на жаль, такие випадки начались уже по всей Украине. Как пример, на сегодняшний день я провела в Киевской области Киево-Сатошинский район, место Боярка. Так вот там, благодаря чиновникам районно-державной администрации и руководству районно-державной администрации просто покрывается зловживание и коррупция головного лекаря, когда просто звольнили лекаря, который много лет работал в лекаре гинекологом, который врятал жизнь многим женщин этого города, его просто нахабно звольнили для того, чтобы призначити дружину головного лекаря на посаду заведующего гинекологического отделения. И просто по сути коммерциализовать все процессы в районной лекарне города Боярки и все сформировать за рахунок коррупции и свобилия влады. Так что вопрос о контроле сегодня очень важным. Я не оставлю эту ситуацию и буду продолжать. Я только хотел спросить, вы разобрались с этим назначением? Я уже возвращаюсь к антикоррупционному бюро, буду проводить аудит финансовый и буду требовать звольнения чиновников и головного лекаря, которые за это отвечают. Что-то страшное мне прямо стало из-за этого главврача. Ирина, вернемся к медреформе. Хватит ли у нас в стране квалифицированных врачей для успешного ее проведения? Это очень важный вопрос. У нас сейчас незаполненных вакансий счет идет уже на тысячи, да? Подбирается, наверное, уже к десяти тысячам. И, что самое страшное, каждый день из страны выезжают врачи на заработки в другие страны. С этим-то что делать? Так. На жаль, урядовая политика, которая второй год направлена на то, что именно медицинские работники сегодня в стране удерживают нижнюю заработную плату среди бюджетников, стала причиной того, что действительно выезжают, оставят свои посады, санитарки просто звольняются из детских реанимаций, медсестры, и идут работать просто в прибиральность в банк, потому что там больше платят денег. И это как раз основное, сейчас основное пробование для уряда поднять медицинские тарифные разряды, самое главное – надать зарплаты. Если будут повышены заработные платы, соответственно, медики будут и в тех районах, и в тех селах, потому что, безусловно, все-таки, наявность медика и лекаря основной запорукой реализации медической реформы. Елена, вот смотрите, как у нас успешно, в кавычках, повышаются зарплаты медработникам, мы сейчас видим на примере скорой помощи. Этот же вопрос не решается? Где гарантия, что здесь решится? Так, дякую вам за это вопрос. Сегодня, снова таки, на часу уряда я черговый раз вернулась до премьер-министра Украины с вимогой негайно решать проблемы экстренно-медичной допомоги. Как результат, мне сообщили сегодня, что на 13 квитня призначена на Рада премьер-министра за мою участью вместе с керевниками Центра экстренно-медичной допомоги, с керевниками облздравлев, и мы будем вимагать от премьер-министра увеличить заработную плату бригадам экстренно-медичной допомоги и финансировать за деньги государственного бюджета государственную программу экстренно-медичной допомоги, потому что все же таки, вопрос о сохранении жизни и здоровья может быть решено. Ирина, давайте теперь уже в конце кратко о судьбе тех, кто за зарплаты медиков не борется. По крайней мере, я об этом не слышал. Что с отставкой Супрун? То постановление, которое принял ваш комитет. Вы верите, что соберет 226 голосов в зале? Я особо не голосовала за эту постанову в комитете, но, к сожалению, глава комитета вместе с большинством членов комитета проголосовала за. Эта постанова за регламентом может выйти в зал Верховной Ради. Но я знаю, что те народные депутаты, которые проголосовали за новые законы, и, по сути, новыми законами парламент дав шанс Украине, справа, побудовать качественную европейскую медицину. И сейчас Ульяна Супрун просто обязана залишиться на посаде лишь для того, чтобы реализовать все то, что принял в парламент эти законы. И, правда, показать, что медицинская реформа должна стать добрым и для пациентов, и для медиков. Хорошо. Главное, чтобы они ее правильно внедряли. Может быть, что-то из этого и получится. Не буду спорить. Ирина Сысоенко, замглавы парламентского комитета по здравоохранению, отвечала на мои вопросы. Мы продолжаем. Штрафы, блокировка и даже эвакуация. Радикально меняется еще одна система правил в Украине. Парковочная. Скоро уже нельзя будет оставить машину во втором ряду, например, или на пешеходном переходе. Сколько и за что придется платить. И, главное, позволит ли новое правило навести, наконец, порядок в городах? Выясняла Евгения Коваленко. Машины против людей. Они стоят везде. На тротуарах, на газонах и выездах. Запаркованные улицы и дворы – проблема всех украинских городов. К примеру, чтобы припарковаться в центре Львова, нужна необычайная удача и чудеса маневренности. Поставить машину в центре Киева – тоже непроходимый квест. Исторический центр сейчас одна сплошная парковка. Стоят иногда даже в два ряда – на выездах и в проездах. К сожалению, прецедентов, чтобы был оштрафован, как-то привлечен к ответственности водитель автомобиля, который стоял на выезде, особо нет. В народе нарушители называют героями парковки. И воспитывать их взялись активисты. С помощью интернета даже движение организовали. Фотографируют машины нарушителей и награждают их специальными наклейками. Вот, например, автомобиль припарковался на месте для инвалидов. У него нет соответствующих обозначений. Но сами водители жалуются, они бы и рады парковаться по правилам. Да не могут. Андрей работает в службе доставки. Говорит, хочешь – не хочешь, а нарушать приходится. Постоянно заставлены парковочные места. Паркуемся, где можем. В Киеве паркингов действительно недостаточно. К примеру, где могли бы находиться подземные гаражи, у нас магазины. Но все же главная проблема – в скупости водителей. Это одна из платных парковок в центре Киева. И свободных мест здесь вполне достаточно. Но водители просто не хотят платить. Поэтому паркуются с нарушениями кто где, зато бесплатно. Еще одно доказательство сомнительной экономии. Вне правил – вот этот подземный паркинг в центре Киева. Современное оборудование, круглосуточная охрана, камеры наблюдения и датчики. Цена вопроса – 10 гривен в час. Но устраивает она не всех. Сейчас наш паркинг заполнен приблизительно на 50%. Общее количество машин и мест у нас 386. И эта средняя загрузка нашего паркинга достаточно стабильна. В основном здесь машины работников ближайших офисов. Парковку им оплачивают компании. А вот из собственного кармана люди раскошеливаются неохотно. В результате к запаркованным зданиям не может проехать ни скорая, ни пожарная. Нарушители попросту прикрывают дорогу транспорту. Вот один герой парковки оставил машину прямо на трамвайных путях. Пассажирам пришлось его авто передвинуть. Но уже через полгода за героев парковки возьмутся по всей строгости нового закона. Он вступит в силу с сентября, когда вернут эвакуаторы. И увеличат штрафы от 255 до 1700 гривен. Но если владелец оплатит его в течение 10 дней, сумма уменьшится вдвое. А вот ловить нарушителей будут парковочные инспекторы. Все нарушения зафиксируют на фото и видео. А квитанцию о штрафах оставят на лобовом стекле. Для этого им выдадут планшеты с подключенным интернетом. Должны будут уйти в прошлое и парковщики. Кстати, они уже незаконны, но все равно продолжают работать за живые деньги. Но до осени все же обещают их заменить паркоматами. В общем, все должно стать как за границей. И паркоматы, и инспекторы, и квитанция под дворником. Но это наше будущее. А вот как эта система уже работает в Европе? В Брюсселе просто так на тротуаре не запаркуешься. Во-первых, тротуары узкие. Во-вторых, практически возле всех домов правая полоса и так отведена под паркинг. Не оплатишь штраф. Те, кто живет в этом квартале, покупают годовой абонемент на паркинг. Ночью и на выходных можно парковаться бесплатно. В остальных случаях тарифы разнятся и зависят от загруженности, рассказывает Грек Южин. Он сам изучил эту систему через штрафы. Вначале, когда мы не знали, только приехали в Бельгию, то просто оставляли в машине табличку с указанным временем. Получали штрафы на 25 евро. Таким образом, приходится научиться платить. На всех платных паркингах есть паркомат. И никому даже в голову не приходит не оплачивать стоянку. На машине указаны все тарифы. Первые 15 минут бесплатные, но все равно нужно взять талон. Просто нажимаем зеленую кнопку и бесплатно получаем талон. Если надо дольше, можно закинуть копейки или воспользоваться карточкой. Максимальное время 2 часа. Оставить машину дольше можно в подземных паркингах. Тут берете талончик и дальше смотрите на указатели, где есть свободные места. Все подземные паркинги в Брюсселе частные, а наземные коммунальные. Но платить нужно везде. И благодаря парковкам город получает 100 миллионов евро в год. А раньше у нас были показатели ниже, но нашу службу создали только в 2014. До этого был хаос. Мы унифицировали все, сделали во всех районах простые и понятные правила. И запустили эффективную работу стюардов-контролеров с электронными сканерами и общей базой данных. Сканируя номер машины, контролеры видят нарушителя, которому сразу выдают талон со штрафом. Максимальное число штрафов, которые я выписывал за день – 110. Это был вечер футбольного матча. Эффективная и система взыскания. Служба не ленится доводить дело до суда. Поэтому 70% штрафов удается получить оплаченными. Но главное – это то, что система поменяла привычки. Раньше я просто не заморачивался оплатой, но потом начал получать постоянно штрафы. Так что теперь плачу всегда. Это проблемно, так как каждый день приходится парковаться где-то и немало за это платить. Но по-другому никак. Паркомест в Брюсселе вдвое меньше, чем машин. Поэтому в городе строят целую сеть частных подземных паркингов. Вся эта бельгийская автодействительность пока для Украины лишь перспектива. Но в Киеве уже проводят инвентаризацию. Решают, сколько еще парковок нужно построить. Створить перехопливающие майданчики около станции метрополитенов. Для того, чтобы было удобно пересуваться. И таким образом развантаживать центральную часть нашего места. Но главное, чтобы эти планы не остались лишь на бумаге. И чтобы вместе с европейским опытом наказания за неправильную парковку, власть все же обеспечила возможность парковки правильной. Евгения Коваленко, Елена Абрамович, Марьяна Бурякова и Геннадий Аникенко. Подробности недели, телеканал Интер. А вот кого все эти новые правила могут и вовсе не коснуться, так это евробляхеров. Их просто нельзя оштрафовать. Номера иностранные, машины толком не зарегистрированы. Не посылать же квитанции о штрафах в Литву или Польшу. Тем более еще и тогда, когда вот такие машины по несколько раз перепроданы уже после того, как их завезли в нашу страну. Почему депутаты до сих пор не решили эту проблему? И какие есть варианты легализации евроблях в Украине? Напомнит наша справка. Пересечь границу через законодательные дыры. При этом ловко объехать налоговые правила. В Украину по-прежнему неистекаемым потоком гонят машины на евро номерах. Сейчас в таможенной базе значится почти полмиллиона автомобилей. Которые ввезли в режиме транзита. И еще два с половиной миллиона в режиме временного ввоза. Правительстве все в один голос заявляют. Ситуация ненормальная. И ее необходимо менять. Даже сроки называют месяц. Но вопрос только в том, насколько этот месяц может растянуться. Пока депутаты вместе с собственниками евроблях безуспешно ищут компромисс. Парламентарии предложили сделать как в Молдове. Разрешить растаможку уже ввезенных автомобилей с солидной скидкой. А ввоз новых прекратить. Но другую сторону такой вариант не устраивает. Требуют снизить высокие таможенные ставки. И для убедительности своих предложений. Евробляхеры периодически съезжаются на митинги. Но чем дольше идут торги, тем бюджету дороже. Ведь уже сейчас убытки Украины от евро номеров колоссальны. Потери только за прошлый год почти 20 миллиардов гривен. Но что для одних убытки, то для других прибыль. Сейчас ввоз машин с евро номерами в Украину стал теневым международным бизнесом. В Польше и Литве люди оформляют на себя сотни машин. А в Украине придумывают все новые схемы объезда закона. Еще одна причина, чтобы наконец-то разобраться с евробляхерами, это бюджет. Динамика его выполнения пока не радует. Например, за первые два месяца года уже есть дефицит. Более полутора миллиарда гривен. Такие данные Нацбанка распространили СМИ на этой неделе. А вот по информации Виктора Пинзенека, народного депутата и одного из самых опытных финансистов страны, бюджетный недобор по результатам первых трех месяцев года составляет аж 20 миллиардов гривен. Это еще не трагедия, но уже показательное отставание от утвержденной законом динамики доходов. И вот для компенсации такого отставания наверняка все средства будут хороши. В том числе и сборы от владельцев евроблях, которых возможно все же заставят заплатить, чтобы легализовать автомобили в Украине. Важно помнить и о другой проблеме Украины – государственном долге. На обслуживание более чем двухтриллионного займа нашей стране приходится направлять заметную долю бюджета ежегодно. Вот только в этом марте на выплаты по долгу уже ушло почти полтора миллиарда долларов. Сегодня в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству говорили и об этом. Украина должна стать экономически сильной и независимой страной. Для этого мы должны открыть возможности для инвестиций в национальную экономику. Для этого мы должны изменять систему украинской промышленности. Мы должны сделать так, чтобы в Украине создался национальный продукт конкурентный в мире. Для этого нам нужно принять несколько важных законодательных инициатив, как парламентских, так и урядовых. И, в принципе, можно сказать, что мы идем этим шляхом. Не мы с вами брали эти запозичения. Не мы с вами створили такое навантажение государственного борга. Мы должны сделать так, чтобы в среднестраховой и долгостраховой перспективе уменьшить государственный борг Украины. Америка проиграла войну. Торговую. По крайней мере, так считает Дональд Трамп. В Твиттере он опять высказался о пошлиной борьбе с Китаем. И обвинил политиков, которые занимались этой темой раньше, в глупости и некомпетентности. Цифры звучат серьезно. Американский президент утверждает, что штаты ежегодно теряют сотни миллиардов долларов из-за несправедливых условий торговли с этой страной. А также из-за воровства китайцами американских технологий. США уже анонсировали дополнительные пошлины против китайских товаров на 50 миллиардов долларов. Китайцы пообещали ответить тем же. Ну, а Трамп еще повышает ставки. Чем это все может закончиться, разбирался Дмитрий Анопченко. Сделано в Китае. Это надпись в Америке повсюду. Даже сувениры, которые туристы традиционно покупают в американской столице, флажки, магниты, открытки, майки с портретом Трампа и его знаменитым лозунгом об Америке, которая на первом месте, тоже не в Вашингтоне сделали, а из далеких китайских провинций сюда привезли. В Соединенных Штатах часто шутят, при этом горько шутят. Мол, какие бы обновки ты не приобрел, насколько дорогие вещи не купил бы. Если посмотришь на подкладку, то все равно, так или иначе, увидишь вот эту подлую надпись. Made in China. Сделано в Китае. Причем, есть здесь и те, кто традиционно гоняются за, казалось бы, исконными американскими брендами. Только их покупают. Но стоит посмотреть на классические американские джинсы или вот на кроссовки. Все равно, нет-нет, да и появится надпись. Мол, произведено это все вовсе не в Америке, а в Поднебесной. Положить конец засилию китайских товаров или, как сказали бы экономисты, многомиллиардному торговому дефициту в отношениях с Пекином. И пытается сейчас Трамп. Причем действует в привычной для себя манере. Пошлины на продукцию из Китая уже повысили на 50 миллиардов долларов. А накануне президент дал команду изучить возможность повышения пошлин на 100 миллиардов. Но ведь понятно, что в Пекине тоже молчать не будут. Там уже объявили о готовности к зеркальным мерам. На четверть повысить сборы с товаров, которые штаты продают. От соевых бобов до автомобилей и самолетов. Только вот китайские пошлины пока не вступили в силу. Пекин выжидает. И параллельно жалуются в ВТО на незаконность двух самых серьезных американских пошлин. На алюминий и сталь. И это еще только артподготовка. Настоящая торговая война впереди. Эксперты в один голос говорят. Если два экономических тяжеловеса начали битву, ее отголоски весь мир услышит. Администрация надеется, что и другие страны будут сейчас оказывать давление на Китай. А я думаю, в результате этого мы только всех союзников потеряем в торговой войне с Китаем. Да, заодно пострадают многие наши союзники, в том числе и в Азии. Им отвечать нечем, они просто будут сидеть и наблюдать за происходящим. Формальный повод для этой торговой войны уже назван нарушение интеллектуальных прав, по сути пиратства. Когда, как уверяют в Вашингтоне, американские технологии слизывались без зазрения совести. Местная пресса даже получила доступ к директиве Компартии Китая, где якобы прямо предписывается воровство у штатов научно-технической информации и вербовка американцев, имеющих отношение к промышленным тайнам. В Пекине, мол, целое подразделение разведки есть, так называемый отдел единого фронта, который отвечает за добычу технологий. Поставить Китай на место Трамп обещал давно, еще не будучи президентом, и теперь взялся за дело. В итоге золото растет в цене, доллар слабеет, финансисты напуганы возможностью спада мировой экономики. Чем все это закончится, и кто победит, и победит ли вообще, просчитать невозможно. Но в Белом доме убеждены, что Китай нуждается в США куда больше, чем штаты нуждаются в Китае. А значит, ждут, если не капитуляции, то хотя бы уступок. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Почему эта тема американо-китайской торговой войны настолько важна, что ее обсуждают и здесь, у нас в Украине? Трамп начал сведение новых пошлин на сталь и алюминий, пытается таким образом защитить американских рабочих. Но тут есть нюанс. Пострадать в результате могут экономики по всему миру, и украинская в том числе. Металлургия для нас существенная часть экспорта, а значит и поступление валюты в страну. И пусть американский рынок для украинских металлургов не ключевой, но любые перемены там все равно затронут по цепочке рынки Европы и Азии. Особенно обеспокоены в Евросоюзе. Если европейские страны начнут терять деньги из-за Трампа, то для них это еще и просто обидно. Все-таки ЕС и США союзники. Пока что введение американских пошлин против европейской стали и алюминия приостановлено до 1 мая. В том числе и об этом в Вашингтоне уже через несколько недель будут говорить лидеры Франции и Германии. В 20-х числах апреля Макрон и Меркель встретятся с Трампом. Это подробности недели. Мы продолжаем. Перекрытые дороги, сотни подтопленных населенных пунктов. В этом году неожиданно большой ущерб Украине нанес весенний паводок. Пострадавшие есть во многих областях страны. От Сумской области до Одесской и уже привычно в Закарпатье. Каким городам досталось больше других? И почему халатность нанесла убытки не меньше, чем сама стихия? Разбирался Даниил Снисор. Залитые улицы, затопленные дома и дворы. И эвакуация. Такой запомнится эта весна жителям регионов. Ущерба нанесла эта катастрофа капитальный. Капитальный не то слово. Вода даже дороги размыла. Вот так выглядит трасса возле Рамен. Офигеть. Вот это размыло. Ну да, вовремя. Но, пожалуй, сильнее всех пострадал вот этот небольшой городок в Сумской области. Ахтырка. Потоп тут начался неожиданно ночью. Большая вода пришла буквально в считанные минуты. Уровень поднялся больше, чем на метр. Вот так приблизительно. Почты по поясу. Спасателям пришлось на лодках эвакуировать жителей. Но некоторые выбирались из затопленных участков сами. В плавь. В ледяной воде. Наталья с маленьким сыном уже спали, когда раздался телефонный звонок от соседки. Позвонила, сказала, ты бачишь, что там у нас делается в дворе. А мы уже спали с дитиной. Я спала. Выскочила, бегом глянула. У меня уже вода дохода дохода. Я полностью в воде была. И вся улица в воде была. Документы и немного теплых вещей. Это все, что женщине удалось в ту ночь вынести из дома. Впрочем, как и большинству жителей. Почти у всех пришли в негодность мебель и бытовая техника. Погибли домашние животные и птицы. То есть это жутко. Холодильник у нас плавный. И самое страшное, что вода с каждым часом прибывала. Чтобы спасти положение местным властям, пришлось пойти на крайние меры. Они разрушили часть недавно отремонтированной объездной дороги для того, чтобы вода ушла на поля. Подъем по месту, насколько стримко увеличивался, что мы решили не ждать. И все-таки дорога вскрылась. А вот причина стихийного бедствия вполне рукотворная. Это не только разлив Ворсклы. Потоп начался с прорыва самодельной дамбы. Там сорвало один из шлюзов. За их установкой и техническим состоянием не следил никто. Хотя и должен был. Облводхозы, которые должны следовать за этими всеми водными объектами. А то, что не проведены, не скид воды из водосховища ни с одного, ни с другого. Что мы вымушены были певночьи шукать ключи от того шлюза, который они должны обслуговать. Сейчас в Ахтырке вода ушла. Теперь люди и чиновники подсчитывают убытки после потопа. Пострадавшим обещали компенсировать все из городского бюджета. А вот кто им компенсирует убытки, неизвестно. На Волыне на этой неделе тоже был паводок. Причем рекордный. В Шацке несколько дней шел дождь. Из-за подъема грунтовых вод грязь попала в колодцы. Пить из них пока нельзя. У людей залиты огороды, стоит вода в подвалах. Вообще поселок Шацк возле знаменитых озер, район паводка опасный. После снежной зимы тут реки часто выходят из берегов. Но в этот раз причина стихийного бедствия, как и в Ахтырке, тоже безответственность. Люди говорят, их топят уже пять лет подряд. А власти бездействуют. Но чиновники парируют, мол, селяне сами во всем виноваты. Милитарные канавы, которые и шли по территории приватных садебных дел, на сегодняшний день закладывали или закопали. Люди просто недобросовестно отнеслись к ним. Залитые водой села в Черкасской области. Сильный потоп и в Бестово, в Водном Вилково. Улицы реки в Чернигове. Паводок в Полтавской области и, конечно, вечно проблемная Закарпатья. Вот такая картина затоплений в этом году. И хотя сейчас есть объективные причины потепления после очередного снежного марта, но все же последствия могли бы быть менее ощутимыми, если бы противопаводковые системы нормально работали. И природной стихии не способствовала бы человеческая безответственность. Данил Снисор, Снежана Сидорук, Сергей Ведмить. Подробности недели. Телеканал Интер. Пасхальное перемирие, о котором договаривались несколько недель на переговорах в Минске и на более высоком уровне, продержалось не больше десяти минут. К сожалению, счет обстрелов на Донбассе опять идет на десятки в день. Наш военкор Игорь Левенок работает у самой линии фронта. И сегодня он встретил там людей, которые, пожалуй, больше всех надеются на мир. Просто для того, чтобы наконец-то вернуться домой. В его материале «История большой войны глазами маленького человека». Широкино. Поселок на берегу Азовского моря. До войны здесь был популярный курорт. Сейчас он изуродованный и мертвый. Здесь нет ни одного мирного жителя. В редкие моменты тишины слышно, как среди руин кемпингов завывает морской ветер. Больше трех лет за Широкино идут ожесточенные бои. Украинские военные выбили оккупантов. Но поселок до сих пор остается одной из самых горячих точек на Донбассе. Вот и сейчас, во время пасхального перемирия, здесь все грохочет и взрывается. На въезде в прифронтовой поселок мы встречаем женщину с букетиком цветов. Ее зовут Светлана. Говорит, до войны жила в Широкино. Там у нее был дом, а на местном кладбище похоронен муж. Она просит военных пустить ее на могилу. Но морпехи отказывают. В Широкино слишком опасно. Вас по-любому туда не смогут пустить, потому что действительно и позиции, и первая линия тоже. Поэтому гражданские туда точно заброны запускают. Светлана рассказывает, последний раз была в Широкино 11 февраля 2015 года. Ее дом расположен на окраине поселка с восточной стороны. Тогда в ее усадьбу первыми ворвались российские захватчики. Мы посмотрели, вдруг у вас кто-то находится. Мы ваши защитники. А вы откуда? Военные сказала, я с Калуги. Женщина говорит, в поселке все знали о ее патриотических взглядах. У себя во дворе она из гравия выложила карту Украины. Из-за этого чуть не поплатилась жизнью. Мне сказали, засыпь немедленно карту, засыпь щебнем. Я эту карту сама в тачке возила этот щебень и присыпала, чтобы не было заметно. Через час пришли другие их люди и с автоматом стреляли в окнах. Положить цветы на могилу мужа Светлана просит нас. Вместе с военными мы идем на кладбище, которому изрядно досталось от наемников. Боевики не оставляют в покое даже мертвых. На кладбище часто прилетают мины и снаряды. Здесь очень много разрушенных могил. Морпехи говорят, ходи здесь, нужно очень осторожно, обязательно смотреть под ноги, чтобы случайно не наступить на какую-нибудь неразорванную смертоносную железяку. Муж Светланы был предпринимателем. Дорогое надгробие из гранита посечено осколками. На несколько часов противник успокоился. В Широкино приехала миссия наблюдателей, поэтому морпехи согласились показать нам дом, где жила Светлана. Но предупреждают, путь к нему очень опасен. Впереди я иду, сзади по одному. Если средьба на пол, легли, не вставайте. Все остальное сам сделаю. Дом Светланы буквально под носом у врага. Еще в 15-м году боевики полностью сожгли усадьбу. Крыши нет, остались только стены. Но и в них наши военные обустроили мини-крепость. Противник бьет сюда со всего арсенала. Некогда райский уголок превратился в апокалиптическое зрелище. В результате обстрелов дом сгорел почти полностью. Из всех хозяйских вещей здесь уцелел разве что вот этот деревянный стульчик. Это артиллерия в основном. Крупнокалиберные пулеметы. ДШК, там, утес. Птуры с СПГ. Но бойцы уверяют, ни этот дом, ни земля, на которой он стоит, врагу не достанется никогда. А Светлана еле сдерживает слезы. После войны она впервые увидела родные места и могилу мужа. Ага, вот вижу, плита разбита. Хозяйка показывает, каким до войны был ее дом. Вот карта Украины. Идеальный порядок, природа и красота. Все это Светлана с мужем строили пять лет. И все это бомбардировка уничтожила за несколько дней. Но женщина верит, война закончится и она обязательно вернется в Широкино. Разгромленное, но родное. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности недели, телеканал Интер. Война на востоке нашей страны и поиск решения по миротворцам для Донбасса станут главными темами переговоров с Ангелой Меркель, которые уже через несколько дней проведет президент Украины Петр Порошенко. В понедельник начинается его визит в Германию. Кроме Меркель Порошенко встретится еще и с президентом Германии Штайнмайером. В понедельник я выращиваю до Немеччины. Это один из первых иноземных встреч новообранного немецкого уряда. В встрече с паней канцлером. Я надзвичайно ей благодарен за те приоритеты, которые она ставит, что Украина очень высокая в приоритетах Немеччины. В качестве примера можно сказать, что в коалиционной угодке немецкого уряда вопрос Украины, вопрос миротворцев, это ключевое. Там буквально 5-6 страны сказано. И это очень символично такая приоритизация важностей Украины для Немеччины, как лидера Европейского Союза. О чем мы будем говорить? О мир. О миротворцах. О поддержке реформ. О конкретных проектов, которые мы вместе с Немеччиной развертаем в Украине. Соединенные Штаты сегодня объявили о новых санкциях против России. В списке 7 крупных бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников. Наверное, если суммировать все их состояние и реальное влияние, то счет пойдет на десятки миллиардов долларов. Но их политического веса хватит сразу на несколько европейских государств среднего размера. Миллиардеры Олег Дерипаско и Сулейман Керимов. Глава Газпрома Алексей Миллер. Министр внутренних дел и глава Росгвардии. Сам предцентробанка. Все активы этих людей в США будут заморожены. Санкции введены и против 12 компаний. Итак, может ли сработать еще и вот такое давление? И когда наконец-то будет решение по миротворцам для Донбасса? Это вопросы для Павла Климкина. Министр иностранных дел Украины сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Павел. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Павел, ну вот мы видим, что санкции против России все усиливаются и усиливаются. Но тем не менее стрельба на Донбассе продолжается. Вот что с этим делать? Слушайте, это санкции, которые отличаются от предыдущих. У меня была очень интересная разговор с одним из американских сенаторов, я не буду говорить, в 2014 году. И тогда я его доказал, что нужны санкции не только относительно России и государственных предприятий, а обязательно относительно российских олигархов, которые частью этой системы. И тогда он мне сказал, что это все суперово говоришь, но сейчас это не достигнем. И если достигнешь, это будет начало победы. Я это очень хорошо помню. Поэтому мы живем сейчас в другой реальности, Алексей. Первое, это трагедия в Солсбери и солидарная ответ. И это только начало этой ответы на самом деле. Надо координовать и тактику, и стратегию. Хорошо. Вот прогресс возможен какой-то и со стороны Европы, да? После переговоров в Германии. Чего вы ждете от встречи нашего президента и канцлера Германии? Я ожидаю, первое, четкое погоджение тактики, как просулаем миротворцев. Самые очень четкие шаги. Сейчас с французами погодили Леодерянбов. Вы тоже, на самом деле, это выяснили. Следующий шаг – это погоджение с американцами. У нас есть общая концепция. Сейчас должна быть самая общая тактика. Но много других вопросов, вы же про это не вспомнили. А Крым? А эти турбины Симонса, где мы должны дотиснуться? А присутствие немецкого бизнеса? А Певничный потек, где мы должны много чего сделать? И каждый европейский проект должен отвечать европейским правилам. Если мы говорим, что наш ГТС должен отвечать, а Певничный потек. Поэтому вопросов будет очень много. Одно из главных, как вы уже обозначили, это вопрос о миротворцах. Павел, вот скажите, есть реальное понимание, когда идея о миротворцах уже превратится в конкретное решение по миротворцам? Ну смотрите, что такое конкретное решение? Для меня это резолюция Ради безопасности. Если есть 100% гарантия, что Россия его выполняет так, как есть, давайте посмотрим, что делает Россия. Поэтому вот этот тиск, который на сегодня строится, это и такая самая гарантия. Сейчас у нас есть общая позиция. Немеччина, Франция, Соединенные Штаты. После этих контактов на высшем уровне, будем очень теснуть Россию, чтобы это реализировалось. И мы должны сделать это, конечно, как поштах, чтобы это началось. Если оно будет долго тискаться, 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 тогда у нас есть шанс. И я в это верю. Павел, после встречи с украинским президентом Ангела Меркель едет на встречу с Трампом, да? 27-го года. В эти же дни состоится встреча Трампа с Макроном. Франция и Германия члены нормандского формата. Что с самим нормандским форматом? Какие-то встречи можно прогнозировать на ближайшее время? Ну вот, буду говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся в трех. Или поговорим по телефону. Потом будем смотреть, с чем выходим на Россию. Там, конечно, есть безопасность. И тут количество обстрелов. Она просто регулируется Россией, как, соответственно, как певно, больше-менше. Потом освобождение политических язвов и заручников. И, до речи, я про это говорил с президентом Эрдоганом. Нещодавно был в Туреччине. У него после того была встреча с Путином. Ну и, конечно, концепт миротворцев. Три вопроса. И я тогда сказал и своему французскому коллеге, и немецкому коллеге. Если включаем эти три вопроса до порядка дня Нормандского встречи, собираемся в четырех. Очень надеемся, что в ближайшее время все-таки на такую встречу выйдет. Ну, будем надеяться. В понедельник официально вступает в должность новый советник Трампа по нацбезопасности. Джон Болтон. Вот мне интересно, вы уже успели с ним пообщаться или нет? И чего ждать Украине от него? Слушайте, ну, по-перше, я с ним спілкувался много разов. И до этого. Ну, конечно. То есть, что я хочу сказать? Павел, спасибо вам за то, что нашли время и ответили на мои вопросы. Министр иностранных дел Украины Павел Клинкин был гостем подробностей недели. Уже в воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. Самый важный и, как выяснили социологи, самый любимый праздник украинцев. Вот сегодня появились данные. 82% опрошенных назвали Пасху самым значительным из всех тех праздников, которые у нас отмечаются на государственном уровне. Завтра днем в Иерусалиме верующие ожидают традиционное схождение благодатного огня. Доставят его и в Украину специальным рейсом. Прямо в аэропорту его передадут представителям епархий и приходов. Делегация из нашей страны уже на святой земле. Сегодня нардеп Вадим Новинский вместе с иерархами Украинской Православной Церкви встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом Третьим. Украинцы подарили патриарху уникальную икону соборного мучеников украинской земли. На этом все на сегодня. Спасибо, что смотрели подробности недели и до встречи в следующую пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok